Ребят, доброе утро. Встало только, это глаза продрало. Воду привезли. Я снимаю, буду успокоить. Вот, привезли воду. Такую вот. Что-то он говорит, а где бутылки? Я говорю, мы новые клиенты, мы оплатили бутылки. Вот что-то сейчас списывался на помпу еще. Ну давай, оттащи хотя бы на лоджию. А? Че? Давай. Вот тут. Вот сюда хотя бы на лоджию оттащи. И все. Так, вот помпа. Что-то помпа. Здесь носик-то есть. Вот воду поставили пока вот здесь. Что-то она говорит, грязная она какая-то, бутылка. Чтоб протереть. Что, возмущался долго. Че это у нас это? Бутылки-то нету. Вот нет, у нас бутылки-то. Понимаешь, что это? А мы ее оплатили. О, здесь, кстати, штучка такая. Так, раз. Ай. Ой. На. И все. И протыкать, соответственно. Такая вот помпа у нас. Написано, кстати, не для продажи. Вот видите. Такая вот помпа. Ну, как бы она самая стандартная, да? Самая простая. Всякие экранники есть. Стандарт. Так. Стандарт, стандарт. Есть стандарт, есть стандарт плюс. Короче, такая. Есть эконом, есть элит. По специальным экранникам. Вот такая вот штучка. Так. Внутрь, наверное. Первый раз. Первый раз мы вот указали. Что-то тут протыкаешь. Там воткнуть надо? Точно так, а не по-другому. Ох ты. Даже там, наверное, дырку надо сделать сначала. В этой-то. Где? В бутылке. Что-то надо делать. Что-то не надо делать. Вот так вот. Носик уже. За крошкой. Давай, тыкай. Тыкай туда. В бутылку. Тик. Смотрим. А, тут луночку. А, тут все прям снимать надо, да? Нежночку. Так ее надо. Крышка. Первый раз у нас. Ну-ка. Сприщ, сприщ, сприщ. Мне кажется, ты слишком длинную взял, да? Да. На разной бутылке, наверное, рассчитан, да? Да. Одну вытаскиваем в сектор. Как всегда Нина справилась. Какая Нина молодец. Эту убери. Все. Сейчас. Куда ее убери? Вон туда ее убери просто. Брада. Вот тут все. Давай пробуем. Первый раз, девочки. Первый раз. Пум. Давайте используем. Какой у нас. Поставить. Зафиксировать момент. Первый раз. Прикольно. Все. Все. Пивку. Закрываем. Все. Вон не мог долго понять, как же пить. Как же ее накрутить. Я разбралась. Там Вон. Close и open. Холодненько. Холодненько. Нормально. Токсет пластиковым надоет пока. Может от помпы? Пластиком отдаёт. Может от помпы? Пой, пробуй. Это вода такая. Вода такая? Это не пластик. Да? Вода такая сладкая. А что-то как-то необычно. В общем, девочки, все. Мы теперь тоже обладатели. Помпы. Все дела. Мы теперь тоже крутые. Все. У нас теперь есть вода. Целых два бидона. Вот все. Вот она. Сейчас, кстати, холодненько заберем. Уведем. Да, эту штучку оставь. Слушай, ну она там получается, смотря, она коротенькая. Сейчас, она коротенькая. Вот. У нее как-то маловато. Прикольно так. Раз, раз и все. Сорян, это Саша много наливает. Так, попробуй. В общем, мы теперь с водой. Поздравьте нас. Хорошо. Нет, какая-то необычная такой вкус, да? Как металлический привкус или пластиковый? Или мне такая кажется? Проводный. Может быть, да? И сладкая. Это у нас обычная, да? Надо потом какую-нибудь другую туда дать. Это природная. Это природная. Да. Ну ладно. Будем теперь с природной. В общем, мы мои хорошие. Продолжаем. Всем еще раз. Здрасте. Вот. Что-то мы тут. Пошла еще. Полежала. Пока что. Туда-сюда. Привезли нам воду. Слава богу. Все хорошо. Теперь мы будем с водой. Да. Молодой человек долго-долго говорил, что где моя бутылка? Где моя бутылка? Я говорю, нет у вас бутылки. Sorry. Sorry. Нету бутылки. Так. Ну раз у вас воды много, так что я сейчас быстренько налью. Вот это дело. Так. Эх. Как удобно. Скачаю воду. Прикольно. Отлично. Чайнички навела. Попробуем новую водичку. Что за водичка? Ну как это, по вкусу, как-то так себе. Какая-то такая-то себе. Так. Нам даже скоро привезти холодильник. Нам еще пока не звонили. Вот. Вообще должны позвонить за час. Вот. Так что ждем. Какой-то такой привкус металлический. Не знаю почему. Что мне кажется такой привкус воды. Какая-то она другая. Надо следующий раз путь к этому другому по вкусу. Попробовать. Такс. 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 Сейчас кушаем. И ждем, ждем наш холодильничек. Ребят, еще и знаменитый день. Вот такой вот. Я вам больше предлагаю. Говорю. Пойдем завтра еще закупимся. Винишем. Хочу сходить завтра в магазин. Винишем закупиться. Там на готовку, на Новый год. А то боюсь, цены возрастут. Вот. А то надо закупиться. Так. Что у нас еще есть? Вкусного. Что у нас есть вкусного? Так. Так. Блинчик с мясом. Раз. Вчера взял с пари. Готовый уже. Дальше. Еще один блинчик с творогом. И эти, как бы. Это у нас сырники. На, ребята. Сырники. Так. Что у нас еще есть вкусного? Так. Сардельки надо кушать. Потому что, потому что, потому что у нас еще даже пиво есть. Офигеть. Вот такое, видите. Классное. Love it brown. Ну, легкая, правда. Но мы сейчас не пьем. Мы сейчас, как говорится, на диете. В этом плане. Так. Вот так. Сардельки. Хочу сейчас сварить сарделек. А то что-то они стоят. Так. Сварим сейчас сардельки. Что-то не хочу суп. У нас есть суп? Я не его не хочу. Так. Вот эту надо съесть. Морковочку. Положу. Что у нас здесь еще есть? Что хочу, что хочу, что хочу. Так. Сардельки. Морковка. Что еще хочу? Не знаю, что хочу, девочки. Ну, что-то хочу. Так. Здесь у нас мясо. Здесь у нас суп. Вот видите, вот поставила и все. Уже места нет. Вот вчера, кстати, купила вот эти штучки. Смотрите. Кровки. Кровки. Крылышки, крылышки. А, лук. Здесь еще. Помидоры. Так. Надо еще, кстати. Да, вот помидорку. Что-то такое. Все. Так. Подождите, я вас сейчас поставлю. Быстренько достану. Сейчас порежусь в помидорку, огурчик, чтобы было хоть на него овощи. Овощи, овощи. Овощи. А то, кстати, уже помидоры портятся. Их надо пушить. Так. Кстати, быстро как-то они портятся. Из магазина принесы все. Ой. Так, все, девочки, их надо сжать. Их надо кушать. Их надо кушать. Иначе они испортятся. Сейчас вот две помидорки порежу. Так. Ну, а тут все вроде еще нормально. Один огурчик. Что за фигня? Прикиньте, огурцы с помидорами портятся. Так, вот я поставила. Так. Сейчас быстренько порежу огурчик с помидорчиками. Вот я и говорю. Вот положила помидоры и забыла про них. Видите, они начали портятся. Поэтому лучше. Ну, лучше, лучше, чтобы было по-другому. Так, всю воду поставил на сардыльке. Слушай, ну, насчет воды не знаю. Девочки, может быть, это вкус какой-то. Ну, у меня на с каким-то металлическим привкусом. Не знаю почему. Видимо, вот такой вот привкус мне придает. Вообще, кстати, знаешь, когда мы перестали пить всякие лимонады, мы научились чувствовать вкус воды. Что раньше мы его даже вообще не чувствовали. Так что вот. Говорится. Научитесь пить воду. Но при этом нужно будет просить пить всякие лимонады. Ой, раньше сколько пили всяких лимонадов. Вообще жуть. У нас, помню, в холодильнике, вот в одном из, там прям батареи было. Вот. Надеюсь, будет все хорошо. Надеюсь, все вам принесут. И будет замечательно. Потому что если нам что-нибудь попортят эти грушечки, я прям буду ругаться. Я все равно прям буду ругаться, ругаться, ругаться. Увидит, а они меня в гневе. Вот. Ну, теперь будет с водой. Теперь будем заказывать. Кстати, очень быстро приводит в меморопограмм. Первый раз. Мне там еще какую-то Петровскую советовали. Там еще какую-то. Ну, вот для начала попробовали там. Акция была. С этой помпанкой там туда-сюда. Вот решили попробовать. Ну, потом, если что, может какую-нибудь другую закажем. И будет хорошо. Хорошо. И замечательно. Сейчас пожрем. Будет вкусненько. И все. Сейчас сделала, разбиваю комментарии по поводу вакцинации. Вчера, о которой я говорю. У меня люди, походу, вообще не слушают. Знаете, такое ощущение, что реально меня просто не слушают. Меня слушают просто через призму негативного отношения. Насчет того, что у Градского я говорила. Во-первых, это написано в официальном источнике, что у него действительно был инфаркт головного мозга. Такое действительно есть. Насчет того, что прививаться, не прививаться, это дело каждого. Я уже сказала, это мое мнение. Но я считаю, конечно же, и я, кстати, говорила еще вчера, что вакцина не дает стопроцентной гарантии. Но она повышает шансы. А это уже плюс. Она считает того, что прививаться нашей и прививаться какой-то другой. Дело абсолютно ваше. Если вам наша не нравится, пожалуйста, можете съесть за границу, привиться другой. Вот, я смотрела, есть даже сейчас экскурсии. Ракиньте за границу. То есть там чисто для прививки. Какой-нибудь там острозейника или еще что-нибудь. Факт в том, что нужно прививаться. Уж не важно чем. Если, как говорится, как там называют, шмуртяк, не нравится нас. Если у вас есть деньги, пожалуйста, езжайте в другую страну, прививайтесь там. Но факт в том, что в большей части вакцина работает. Понимаете? Работает. Если бы она не работала, я бы не придумала. Вот так. Так что тут уж извините, я с вами не согласна. И как бы вы там не прочитали, как бы меня не оскорбляли, куда-то сюда. Да, я лидер мнения. А лидер мнения только потому, что у меня очень большая уже аудитория. На самом деле аудитория у меня уже около 100 тысяч. Просто на самом деле многие люди нас смотрят без подписки. Так что думайте сами, решайте сами. Как говорится, я уже устала, честно, знаете, пытаться кому-то что-то объяснять. Сделала вывод, что нету смысла никому ничего объяснять, никому ничего объяснять. Все, я сказала, сказала. Меня кто-то поддержал. Я, кстати, была удивлена от некоторых, которые меня поддержали. То есть, которые как бы против меня, но они поддержали. Ну, рада. Рада, рада, рада. Так, сейчас посолю помидорки и огурчики. Все, мне очень понравилось, когда она, женщина, писала, что вот у нее болела мама, и вот она это видела, она поняла, что действительно это существует. Да, конечно, у нас очень многие просто думают, что этого вируса просто нет. Ой, да. Ладно. Не буду, не буду, не буду. Чем поднимать, это, знаете, такая вот тема бестолковая, потому что говоришь, 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 это как он. Как говорится, у нас люди, почему-то, знаете, постоянно совсем чем-то не согласны. Им лишь бы найти до чего докопаться, быть не согласными. Как-то это модно, что ли, не модно, нужно быть против. Мне кажется, слишком много свободы давалось в определенные моменты. О, мне нравится политика в Китае. Там люди пошли, вообще вопросов не задают. Вообще вопросов не задают. Надо, значит, надо. Все. Вот так вот. А у нас все, все такие. Ты, знаете, как это напоминает, что он детям, да, то есть, у меня такая, это мои права, там ля-ля-ля, господи. Что ребенка не наказывают, там, туда-сюда, они уже свои права знают, 5-10 лет. Все такие правовые. Не хочу, честно, не хочу, что я не выспалась с девочками, у меня нет настроения сейчас пока что. Может быть, потом мы с вами подискутируем. Я уже сказала, это мое мнение. Кто хочет прививаться, кто не хочет, не прививайтесь. То есть, одобрены, неодобрены, вообще-то, все страны ее практически уже одобрены. Вот так вот. Потому что по ним пускают, везде и прочее. А насчет кодов, то, что, типа, там, когда женщина писала, хоть советское время кодов не было. Ну, понятное дело, что не было. Коды и прочая хрень, это вообще современная. То есть, представьте, тогда и компьютеров-то не было в советское время. Все, я уж молчу про коды-то. И, извините меня, и смартфонов-то глаза не видели. Там трубка была. Потому что прям в советское время кодов не было. А у нас, типа, у всех, это... Ой, смешные люди. Конечно, я, блин, зашла, поржала. Ой, да. Насчет, кстати, этого я тоже знала. Как этого, какого? Который умер, 2020-го. Ой, не хочу я, не хочу. Это не заходило в комментарии, и нет смысла. Одно и то же пишут. Вот одно и то же. Одно и то же. Один и тот же бред. И все не согласны. И все такие прям, это... Прямо на баррикады готовы. Вот, смешные люди. Делать им нечего. Только потом... Как там еще одна женщина вся? Говорит, что это... Ой, вот снова появились красотки, у которых лучшие мужья. Они лучше всех выглядят. У них на полах плитка. Там что-то еще. Да, у меня такие зрители. Они самые лучшие. У них всегда все идеально. Вот так вот. Учитесь. Учитесь. Так. Надо немножко водички слить. А вообще, что хочу сказать. Нужно быть добрее. Нужно быть, так сказать, спокойнее. Что-то все такие возбужденные. Это вот тоже. С Мариной сейчас обсуждали. Вот. Говорит. У них там чат есть какой-то. Вот. Она живет сейчас в частном доме. Вот. И у них там чат есть по щелку. Говорит. И вот там, говорит, собака у них где-то побежала. Вот. Бежала собака, говорит. И что-то кто-то там сказал. Чья собака? Чего она тут бегает? Там что-то второй. Это типа, понимая, собака там ля-ля-ля-та-па-ля. В общем, короче, слово за слово. И все начали ругаться. Типа, вот, собака, ля-ля-ля-ля. Зачем его пускать? Вот она укусит. В общем, короче, слово за. Чуть ли не до того, что, грубо говоря, если вам что-то не нравится, сваливайте нафиг с поселка. Там ля-ля-ля-ля-та-па-ля. Бежала собака. Понимаете? Люди живут вот. Вот, понимаете? Вот одно дело, как говорится, вы меня не видите, я вас не вижу, да? Это кто-то из других стран. А тут собака, представляете, стала катализатором. Обычная собака, без привязи. Все. Там уже люди, чудо ли, не нам проклинать. Там, да, пойдем разберемся, пошли там, еще, короче, ну, ребят, ну, бред, ну, бред, представляете? У меня такое ощущение, как, вот, знаете, тоже поговорили с точку, говорю, что у людей, вот, просто вот, ну, не стимула, как это, просто вот, потребность выплеснуть свой негатив. Не знаю, почему, вот, выплеснуть реально свой негатив, потому что, вот, люди хотят, как-то, вот, это все выплеснуть. Потому что, вот, они такие, вот, все, вот, она говорит, я вот сижу, мне это неинтересно, я вот туда даже не лезу, ну, так сказать, до такого вреда доходит, ну. Мне кажется, если человек хочет ругаться, он, значит, повод, правительство виновата, собака виновата, кто-то другой виноват, понимаете, у человека все виноваты, блогеры виноваты, правительство, Путин виноват, Бог виноват, все виноваты. А если человек не хочет ругаться, пройдет просто мимо, спокойно, и все. поэтому я говорю знаете вот так гиблое дело знаете кому-то что-то доказывать кому-то чем-то объяснять я помню поначалу все пыталась купили вчера то чая ричард кто будет попробовать вот такой чай не дорогой споре все четыре пальцы вот и понимаете вот такой вот делает с эти собака обычная собака просто без привязи послужило катализатором что люди чуть ли не там драться там ругаться и прочее вот тоже с одним молодым человеком вчера разговаривала вот он говорит что на ровном месте вот просто на ровном месте поселить и отругались по сторонам есть причем катализатором послужил я причем я общаюсь только с одной страной 2 я даже не знаю знаете и вот там прям холивар то есть он нас поддерживает там другая сторона она вот против нас и писались там вот просто от холивар такое ощущение что просто люди хотели доебаться да когда копаться друг до друга понимаете и из-за этого как бы ну будь я будь не я будь там за собака просто люди хотели поругаться почему такое происходит непонятно я прям удивляюсь почему люди такие злые почему что обычная собака может стать катализатором я вот обычный человек который вот живу то есть своей жизнью да ну вот что-то я сказала что-то ляпнул но я сказала же господи у себя на кухне понимаете я же не иду там с лозунгами там плачут туда-сюда я же никому не навязываю как питаться как есть как там значит еще делать я живу в своей эко-системе это моя жизнь и проживаю только я ее никто другой но кого-то вот прямо сильно так претит что вот они вот прям вот бесятся может быть это просто в головах у людей они просто ищут причину ради чего там за поругаться с кем-то раньше с кем-то там из-за поставаться находит говоря лону там была собака здесь вот была я то есть ну вот честно знаете вот этого жила без youtube а думала что на самом деле люди как-то добрее как-то веселее как-то лучше я надеялась на это вот и когда я пошла так сказать на youtube я поняла что на самом деле очень много больных людей и вот честно вот прям вот именно больных понимаете вот иногда почитаешь и понимаешь что блин если человек пишет такое что же у него в голове причем знаете вот иногда читаешь там всякие разборки прочее некоторые люди прям этим готовы чуть ли не разругаться разодраться да и как-то там всячески друг другу навредить а первоисточником была собака причем даже собака абсолютно левая посолять вот так вот почему почему такое происходит непонятно я не понимаю так так надо погреть еще блинчики и сандельки у нас тут так что вот знаете жизнь она такая сложная штука что мы сегодня собака завтра блогер послезавтра там это вакцина прививка там еще там кто-то путин виноват эти у людей все-все виноваты просто опущены что просто негатив накапливается до людей это у нас нужно куда-то выписывать и это не ищут причину повода с кем-то поругаться с кем-то постраду там еще я вот не хочу ни с а зачем мне быть социальные понимаете если вот иногда вот такие вот вещи творятся что люди готовы из-за собаки там нельзя глотку друг другу перегрызть просто глотку я честно не хочу я мне достаточно там двух-трех человек для общения чтобы сказать что мне сейчас погреем так это блинчик с мясом это у нас блинчик с этим с орган и два сырника вкусненько купила вчера в спаре не сама напекла а купила вчера спаре я ленивая жопа можете это написать если вам станет легче напишите знаете уж лучше пускай люди пишут у нас на канале чем они пойдут другу будете реально блок но чаще всего получается так что весь этот негатив он заканчивается как-то в интернете то есть когда доходит до дела к этому а давай встретимся а давай там туда-сюда а давай да я там приду да я вам с этим приду я с этим приду а в итоге по факту оказывается что это грушта пойдем встретимся и чё и в итоге человек сливается человек оказывается говном лишь бы попиздеть лишь бы понты покидать даже чаще всего эти холи вары они происходят чисто на бумаге чисто в интернет пространство зачем зачем это все делать сначально зачем так сказать этот предлог чем это собак почему люди боятся глаза друг другу сказать какие-то высокие претензии люди не хотят негатива но вот это вот мнимая анонимность она как-то вот дает им ложное чувство безнаказанности понимаете это реально ложное чувство безнаказанности потому что помню там одна блогерша чудо и тоже там писали 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 просто подала все в итоге там женщину которая доставала вот это свечки и там запускал вот и короче и просто нашли ее осудили и присудили огромный страх и она потом это не я это не я понимаете когда вот это прилетает когда вот это бомкнет люди резко переобуваются люди резко становятся такими знаете как агнцами и не понимают почему почему их это настигло это может быть вы сами виноваты короче я еще раз говорю нужно быть добрее нужно быть снисходительнее к людям к их ошибкам к вообще в целом то есть знаете и знать что в интернете люди да то есть вот те которые пишут цифры буквы там тоже реальные люди понимаете не цифры не буквы там реальные люди все ладно мы сейчас садимся кушать потому что хрен знает к нам в холодильник привезут очень лучше покушать и уже жить спокойно сейчас на сардельчики говорится будут овощи блинчики и чаёчек всех люблю всех целую люди будьте добрее всем счастья добра позитива совсем хорошим пока